Девушки отдыхают К сожалению Значит, итак, однажды вы входите уже здесь, в Москве, в подъезд И там, как всегда, стоят какие-то люди Вас всегда ждут, да, после концертов? Практически, да Для вас это привычно Это хорошо или плохо? Хорошо Хорошо, что ждут? Конечно Вам нравится дать автографы, да, это такая форма того, что... Признание того, что вы нужны кому-то Наверное, да, потому что все-таки, когда человека кто-то ждет С хорошими, добрыми глазами, неважно как Это всегда приятно, правда? Даже при том, что это восторженность Их ограничивается дать автограф Танечка, какая вы замечательная Все равно приятно Конечно, приятно И не надоедает? Нет Отлично Значит, в тот вечер вы же пришли Так, 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 оп И там стоит Как в песне огучено Парень, не похожий на меня Не похожий на тебя, да? Ну, где-то так Такую маленькую историю я расскажу В один из зимних... Как в сказке Да В один из зимних вечеров Возвращаюсь в прогулки со своей любимой собакой Которую зовут Мика Такая огромная, пушистая Я возвращалась домой И, естественно, на своей лестничной клетке Я вдруг обратила внимание Сидит мальчишка Зимой Тепленько, рубашечки Такой фунелевой В клеточку Помнишь? В клеточку И... Привет Я говорю, привет Говорит, Танечка, не могла бы мне дать автограф? Конечно, могла бы Это мне очень интересно было Потому что Он такой весь из себя был настоящий Да? С красивыми, добрыми глазами Угу Это было ровно 4 года назад Я дала им автограф, мы разговорились Скажите, секундочку Да Так, чтобы было всем понятно Так в жизни Татьяна Всяенко возник Сергей Со сложной фамилией Тамбираджа Тамбираджи Тамбираджи Так Мы разговорились Выяснили, что мы соседи И что у него тоже есть собака Что он тоже любит свою собаку И тоже гуляет по вечерам И часто мы встречались И... Предложил мне, что... Я видел, что вы гуляете одна С своей собакой Давайте гулять вместе Давайте гулять вместе Со своими собаками Так Так и произошло Мы стали встречаться Потом он мне Предложил помочь Собаку Потому что у него маленькая собачка У меня большая Угу И я не всегда В зимние вечера, когда скользко Особенно на дорогах Не смогла ее удерживать Потому что она Как только рванется вперед И я, естественно, могла упасть То есть это была такая добрая услуга И... Я согласилась на это Угу Следующий вечер мы гуляли уже вместе Угу Потом я попросила Сережу Что если это возможно Потому что, так как я думал Вы редко И Ника моя очень Сразу же почти подружилась С Сережкой Я хотела бы попросить Что если мы рядышком живем Не мог бы ты Погулять с моей собакой Мне будет так спокойнее Потому что она никого не принимала Ага Ни с кем не дружила Ну потому что большая и злая Да? Да, большая и злая А с ним подружилась Пятое порой Московская сторожевая Кошмар Пяточка такая Да Ну, в общем, так и началось Так и началось Сережа мне помогал гулять с собакой Я совершенно спокойно Ужала на гастроли Совершенно спокойно Знала, что он ее И покормит И по ухаживанию Так и было Потом Произошла маленькая ситуация Мне пришлось сменить квартиру Потому что это была квартира Которую я снимала Очередная Потому что собственная квартира Появилась совсем недавно И поэтому все эти годы Все эти 9 лет Там, нет 7 лет Я в Москве снимала квартиру Меняла То есть все одно и другое То есть золушка Произошла, но сразу Дворца не получилась Да Так И в очередной раз Когда хозяйка попросила Меня уйти из этой квартиры Потому что там Она собиралась Провернуться Я Искала следующую И тут проблема Как же так? Ника привыкла к Сереже И я вроде как далеко Ему сложно будет Ко мне добираться Квартиру мы поменяли Ему приходилось Еще не сложно Потому что он приезжал С нашей бывшей квартиры Приезжал туда Гулял с собакой А потом я все время Переживала Как он будет добираться домой Я решила позвонить Его семье, бабушке Семья у них многодетная Естественно Потом мы уже Стали общаться побольше Я немножко побольше Узнала о его семье И предложили Дайте мне, пожалуйста, Сережу Нет, не так Нет, не так Я просто Попросила бабушку Что когда он вечером Приезжает Гулять с собакой Можно ли Чтобы он остался У нас ночевать В нашей семье Муж был не против Потому что я очень переживаю Как он будет добираться Вечером поздно Она сказала Нет, не против То есть сначала Одну ночь Потом вторую ночь Потом выяснилось Что семья большая Квартира не очень у них большая Детей много Бабушка, дедушка Мама, папа нет Семья цветная И беленькие И темненькие Я попросила бабушку Чтобы Разрешила остаться Сереже Жить в нашей семье Она подумала Несколько дней Я так думаю Дала свое согласие Прежде всего Я спросила Конечно Об этом Сереже Хочет ли он этого Сказала Так началась Наша дружба Я Не знаю Я даже не могла Предположить Что это будет так Потому что Вот уже прошло Четыре года Вот мы в августе Праздновали ему Двадцать лет Настоящий член семьи Наверное Это у меня сестра У меня нет брата Наверное я отношусь К нему как к брату К брату, да? Сережа Вы воспринимаете Таню Как сестру Или как фею Которая Вытащила вас Из перенаселенной Квартиры Где жизнь Видно было Не очень Сладкая Не очень была Сладкая жизнь Она вам кто? Она вам сестра Или фея? Фея Фея скорее Мой сёнышка Я Знаете Мне Могу поделиться Серёжа Сегодня первый Такой эфир Первый И Я бы хотела Сразу сказать Что он наверняка Очень сильно волнуется Я больше чем Уверена в этом Хотя он очень Сколько человек И никогда Свои эмоции Не уплескивает наружу Это я уже выучила Четыре года Мне лучше Я даже не знаю Какой-то поступок Я совершила Или нет В своей жизни Но Это наверное Будет видно потом Но мне бы очень хотелось Чтобы когда-нибудь Когда он уже станет большим Наверняка У него будет Сложиться Какая-то своя жизнь Какую-то часть Наверное Всё-таки В судьбе его Я буду принимать Потому что я очень переживаю За него Он станет большим Наверняка У него будет Своя семья Свои дети Мне будет безумно приятно Наверное Об этом я скорее всего Мечтаю Чтобы он хотя бы Один раз в жизни Мне позвонил Я буду надеяться На это Я не знаю Может быть Он будет всю жизнь рядом И его семья рядом со мной Не знаю Как это будет Не хочу загадывать У вас просто дома будет Жить Но почему Может быть И так Я не знаю Как это будет Как будет Так и будет Чтобы позвонил И что И сказал мне Допустим Либо доброе утро Либо просто мне сказал Спасибо что ты у меня есть Или была Или я помню Или я там Ну какие-то хорошие слова Мне очень хочется Чтобы он вырос Настоящим человеком На самом деле Очень хочется Очень хочется Чтобы он был честным И настоящим Юный темнокожий поклонник, которого певица Татьяна Овсиенко встретила однажды в подъезде своего дома Неожиданно стал членом ее семьи Таня считает его своим братом, хотя воспитывает как сына Сережа, из-за того, что я читал в газетах, вы ведете образ жизни такого Иванушки Лежите себе на печке, да? В школу не ходите, слушайте музыку, так? Не совсем Мы еще за собаками ухаживаем То есть вам удалось закончить школу, с большим трудом, видимо Потому что вы так же отвечали на вопросы учителей, как на мои вопросы Да нет, почему? Нет, нет, я вам не разрешаю так говорить, Сережа Потому что, на самом деле, первые эфиры, наверное, сложно И Сережа вообще чем мало разговаривает Школу мы закончили Школу мы закончили Да, на самом деле, когда Сережа пришел, у него было не закончено образование Потому что он вынужден был работать Чтобы каким-то образом помогать бабушке и дедушке, своим братьям и сестрам Поэтому с образованием сначала не складывалось Потом мы все-таки закончили Теперь у нас другая стоит проблема Проблема выбора профессии И в этом я ему совершенно не мешаю Я жду, пока он чего-то решит в своей жизни, чего он захочет Но решение пока не принято Нет Мы хотели всякого всего Ну, а эстрада, музыка, нет? Я не думаю об этом То есть хотелось бы заниматься чем-то более таким земным? Не, я вообще еще не думаю Я прошу прощения у Сережи, у вашей сестры, черточка, мамы Но я бы принял такой ответ, если бы вам было лет 12 Как бы в 20 лет-то уже как бы, ну, странно, да? Ну, почему? Были же твои желания? Просто пока еще это... Я вспоминаю просто себя, когда я заканчивала школу И мама хотела, чтобы я пошла учиться туда Папа хотел, чтобы туда Я хотела что-то еще Когда Сережа подошел ко мне и сказал Таня, я хочу быть телохранителем Что для этого нужно? Вы знаете, я затруднилась сказать Я не знаю, что для этого нужно Спортом он занимается Он, то есть... Может быть, он хочет быть вашим телохранителем? Может быть, пока молчит Не знаю Мне не очень хочется навязывать какое-то свое мнение Мне не очень хочется участвовать в его такой жизни Потому что все-таки он должен решить для себя сам, кем он хочет быть Может быть, он мне завтра придет и скажет Извини, я уйду домой Подождите, а может быть... Вот вы взяли на себя ответственность за него, правда? Да, конечно Может быть, вот то, что вы разрешаете ему, как Иванушке, лежать на печке? Да не лежит он на печке У него достаточно много дел 20 лет Достаточно много дел 20 лет он уже может вообще содержать всю вашу семью Может 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 Он очень много мне помогает А армия? Пойдем служить, Шуш Есть ли какая-то точка отчета для вас Из тех, кто пели в этой стране раньше Я не хочу, я не спрашиваю, на кого вам хотелось быть похожей Это не на кого, я надеюсь Да, это нормально для творческого человека Хотеть быть ни на кого не похожим Ну все-таки назовите хоть одно имя женское, да, певицы, которое служит для вас точкой отчета И вы понимаете, да, вот она работала так, как я бы хотел работать или работать лучше, чем она Да, у меня есть человек, только это не точка отчета Она пока еще жива, здорова, работает, великолепная артистка, актриса Она не совсем певица, она не только певица, она актриса А кто же? Это Людмила Гурченко Здравствуйте Обожаю Очень хочу быть на ней похожей Вы и Гурченко Это одна сфера искусства? Или это какая-то, или то, что вы делаете, это что-то другое? Кажется, совершенно другое Другое, да? Конечно Я не говорю не про направление в музыке, а как бы вот вид творчества Ну, где-то, конечно, потому что твор, есть единая нить Это вот то, что вы называете творчеством Оно может быть разным, но, наверное, есть какая-то маленькая связь Или, может быть, тоненькая связь между творчеством актрисы, певицы, человека Или просто певицы Потому что, естественно, актрисы связи не считают А был ли случай, хоть раз, когда бы вы отказались от песни Потому что решили, что слова ее Не трогают Настоящие, бывает, конечно, бывает Когда тебя ничего не трогают То я так думаю, что не тронет Тех людей, которые приходят на мою царство Даже если эта песня Написана не начинающим поэтам-композиторам А приносит ее кто-то из Великих? Да, конечно, а почему? А зачем врать? Из этого ничего не получится, если я ее не чувствую Если я ее не чувствую и пойму, что я ее буду делать Потому что мне неудобно отказать кому-то Нет, так не бывает Даже при всех разговорах, как сложно Вот там, на эстраде, какой-то несправедливый мир Как там все, значит... Да все там нормально, но как в обыкновенной жизни Все точно так же Первый человек, который это говорит Обычно начинают отводить глаза Говорить, что там засилие гомосексуалистов Или, наоборот, еще кого-нибудь Что надо повсюду давать деньги И происходит, складывается впечатление, что, в общем, от человека ничего не зависит Это не так От человека зависит Всегда зависит, всегда будет зависеть В любой ситуации Да, я понимаю, есть какие-то обстоятельства С обстоятельствами можно бороться Можно находить какой-то компромисс Можно находить какой-то выход Я не знаю, как Я не вижу ничего такого, чтобы можно было так безумно так страдать о том, что происходит Все нормально Все нормально То есть даже на этой... Есть нормальная здоровая борьба Может быть, здоровая конкуренция Есть какие-то проблемы Кто-то как-то умеет, кто-то не умеет Ну, такая жизнь То есть даже на этой вот, как бы, стадионной эстраде Непризнанных гениев не бывает? Если я из настоящей таланты пробьешься? Конечно Конечно, я верю в это Я знаю, что это так Значит, нужно вести себя достаточно честно Чтобы тебе, наверное, верили Или, может быть, немножко... Даже не знаю Быть настоящим Нельзя делать то, что тебе неинтересно Или, может быть, это... Ты считаешь, что не может быть артист настоящим Если он считает, что это принесет либо только коммерческий успех Либо это может быть очень модно Если он не болеет этой болезнью То есть не обожает свою работу Он очень быстро уходит Очень быстро А если есть какая-то любовь То человек, когда выходит на сцену То есть он безумно счастлив И хочется каждую минуту, каждую секунду нести радость А она есть в выражении песни То есть точно так же, как ты говоришь Точно так же, как признание в любви Ты можешь говорить его по-честному А можешь говорить не по-честному Просто как наигранную Ну да, ну люблю, ну целую, ну пока Можно говорить по-честному Вот точно так же Когда ты выходишь, и ты работаешь И ты получаешь большое удовольствие от звука И от качества А все остальное дело от твоей одаренности А насколько ты... Ну, наверное, насколько ты можешь быть артистом Насколько тебя принимают люди Нужно все делать то, что ты хочешь То, что ты считаешь, что ты можешь по-настоящему это дать По-честному Вам... Не юлить Не юлить, и все будет нормально Вам была дана привилегия вот так прожить, пропеть? Нет, мне было нелегко У меня было очень много сложностей и трудностей Да, наверное, и сейчас есть, почему я... Все бывает Но... Я не знаю, я, наверное, оптимист Мне все нравится Мне все нравится Я просыпаюсь и улыбаюсь Какая погода ни происходила Что бы ни происходило в этой жизни Я знаю, что все возможно изменить Все зависит от человеческого настроения и от чувства Да, я понимаю, что сейчас сложно Сейчас люди стали намного... Не могу сказать, что злее Нельзя такие вещи говорить Потому что намного мало улыбаются Мало настроения хорошего Да я все это понимаю Я понимаю, что жизнь такая Я понимаю... Но она была всегда такой Всегда были свои сложности Но жизнь... Должны мы ее любить Обязаны И если есть возможность бороться с какими-то обстоятельствами Которые мешают тебе быть счастливым человеком Я умею бороться с теми, какими-то... Я понимаю, бывают всякие ситуации Но все это победимо, все Все зависит от человека От его силы и воли От его настроения Нужно любить жизнь Она есть Ее нужно ценить, беречь Мне так кажется Давайте предположим, что Сережа Еще лет 5, 7, 10 Не сделает свой выбор Сделает Сделает, я помогу ему Сделает Я постараюсь сделать так, чтобы он понял, что это необходимо Спасибо вам большое Теперь вы знаете, что есть много глаз Которые будут за вами наблюдать Не просто как за многими людьми убивиться Но и как за сестрой-мамой Спасибо вам большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!